В Цивильске открылась знаменитая Тихвинская ярмарка. Она известна с конца 18 века. Тогда на нее съезжались купцы из Казани, Ядрина, Свияжска и Чубоксар. О неизменных традициях и новшествах Ольга Пырочкина. Тихвинская ярмарка зародилась тогда же, когда и большинство других в 18 веке. В те времена торговли в селах и деревнях почти не было. Ярмарки стали удобными площадками, чтобы продать излишки своей сельхозпродукции и купить необходимые у соседей. То же самое можно сделать и сейчас. А еще здесь есть товар, который не встретить в магазинах. Евгений Иванов делает игрушки, которые взрослое поколение помнит с детства. Сами делаете? Сами делаем. Так, сами из чего? Материал беру, вот такой красивый материал. Вот, ну, красный такой, красный. Дизайн тоже ваш, надо думать. Да, опилки засовываю туда внутрь. Опилки остаются после основного производства – изготовления СИД. И как торговля идет сегодня? Ну, идет, берут. Это как, они вспоминают, как в детстве они покупали же? В общем, ностальгия работает. Глава Чуваши не смог пройти мимо работ Нины Кузнецовой, которая вышивает с 14 лет. Когда невеста замуж выходила, допустим, да, родители обязаны были подарки делать. Эти работы должны быть специально сделаны самой невестой. Рукодельница Михаил Игнатьев подарил часы. Само слово «ярмарка» перешло в наш язык от иностранных торговцев. С немецкого – это яр, год и марк – рынок. Впрочем, ярмарки были не только торговой площадкой, но и праздником, который помогал отвлечься от рабочих будней. В этом плане тихвинская ярмарка тоже хранит традиции. Глава фермерского хозяйства Александр Терентьев бесплатно катает желающих на лошади. Для него это не экзотика, а средство передвижения. На работу езжу, после работы на лошади. И как это удобно, удобнее, чем на машине? Лошадь – оно живое существо, лошадь. Поэтому, когда мне тяжело, он сам до дома доведет. А машина так не может. Вы как, на лошади часто катаетесь? Нет, первый раз почти что. Почему? В деревне ни одной лошади, только машины на мотоблоке. Еще одна старинная традиция – хоровод. Главной убор Риммы Михайловой – семейная реликвия. Хушко, чистый черебро. Друг другу передают. Я тоже поедам. 1838 год есть монеты. Представляете, настоящие. В год театра каждая на подворье подготовила свое представление. Около одного из них нашей съемочной группе в руки положили горсть гороха. Как выяснилось, это одна из традиций сурфури – встреча Нового года. Это должно было обеспечить богатый урожай. Что означают горошки, которые вы мне дали? Вот горошки. В старину горошку так вот. Их жарили и угощали всех гостей, которые приходили на праздник. На площадке ярмарки провели и праздник песни «Спорт и труда Акатуй». Глава Чувашии пожелал жителям района удачной уборочной страды. Лучшие работники сельскохозяйственной отрасли получили награды. Тихвинская ярмарка получила свое название в честь монастыря, в пустяне которого ее проводили с самого основания. В советское время в главном храме располагался госпиталь и училище. Сейчас там завершаются реставрационные работы. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.